А сейчас у нас будет слово. Нам пришел наш друг, пастырь Андрей. Поэтому давайте поприветствуем его. Другом назвали, это уже хорошо. Я, когда проповедую Евангелие, Бог мне в один момент сказал, для тебя большая честь проповедовать мое слово. Всякий раз, когда ты будешь проповедовать, ты должен вставать на колени и благодарить меня. За честь проповедовать. Это мое личное откровение. Господь силой крови Христа подготовит это собрание. К слышанию открой сердца, меня направляй Духом Своим Святым во имя Иисуса Христа. Аминь. Это мое личное откровение. Знаете, никого не копирую, никого не призываю. Когда в определенный момент Бог так сказал делать, я это делаю в послушании и с радостью, самое главное. Когда мы исполняем заповедь не просто в унынии, но опять в церковь, вот надо пойти, что-то дать, кому-то помочь надо. А с радостью. То есть, Господи, спасибо за честь и возможность сделать то, к чему ты меня призвал. Вот это великая радость. Это великая радость. Знаете, когда мы служим Господу, с весельем Библии говорили. А вот оно не всегда внешне заметно, но радуешься. Расскажу одну историю. Сразу хочу сказать. Я шел сюда с определенным словом к вам. Я хотел на определенную тему проповедовать. Ну, исходя из того, что, допустим, я знаю про вашу церковь. У вас сейчас определенный такой вызов, да, для церкви. Но мы за вас молимся. В общем-то, и мы знаем, что все будет хорошо. Но при одном условии, при одном условии, что вы останетесь в вере, и вы будете созидать эту церковь. По-другому не будет. Да. То есть, когда говорят пустые слова, все будет хорошо, без всяких условий, то не будет все хорошо. А будет все хорошо, если вы пребудете в вере, и если вы будете созидать эту церковь. Как и везде. Тогда будет все хорошо в конечном итоге. Вот. И один человек, служитель, большой служитель, это большой, огромный такой союз церквей в мире, где-то 100 тысяч церквей, представляете, вот, председатель этого союза, как старший пастор, начальствующий служитель, он летит в самолете, и он говорит, я так устал, ну, представляете, 100 с лишним тысяч церквей, да, вот. Я пастор родной церкви, мы сейчас молимся и открыли уже домашнюю группу в Инкермане, на Северной молимся о домашней группе, то есть мы, те, кто будем открывать церкви, уже занялись этим, я думаю, вы такие же, да, то есть мы не сидим на месте, мы двигаемся дальше. А тут, ну, они не в прямом у него, как говорится, а для того, чтобы подчинение, а у него, то есть там есть служители региональные, команды, но суть в том, что его избрали старшим служителем, его избрали. И вот он говорит, я дружусь, немножко устал, и лечу, говорит, в одну страну, он в Штатах живет, лечу в одну страну, и говорит, хочу побыть один, вот, единственный момент, когда я могу один побыть, там, 8 часов в самолете, я, говорит, закрыл глаза, и рядом сосед такой менял, Артем. Американцы любят поговорить, они такие общительные, очень, вот, он локтем меня и говорит, а вы куда летите? И я, говорит, ну, я вот в Европу лечу. А чего вы занимаетесь? Он говорит, если я сейчас скажу, чем я занимаюсь, говорит, это все до конца рейса, я вам не замолкну. Ну, может быть, не духовно, да, сказать, такой высокий служитель, типа, но я не буду свидетельствовать. Бывали моменты, когда мы все по какой-то причине не можем или не хотим свидетельствовать. Да? Или я один такой? Да. Ну, бывает такое состояние, что ты просто хочешь, дайте мне побыть наедине с Богом. Но Бог-то имеет другие планы. Вот, брат смирился, и он говорит, ну, говорит, я работаю с людьми. А он говорит, а в какой сфере? Говорит, ну, работаю, говорит, как он так сказал, ну, работаю, говорит, руководителем, ну, говорит, со многими людьми. А он говорит, а чем вы конкретно занимаетесь? Ну, все уже. И он говорит, ну, я начальствующий епископ вот над этой группой церквей. Сразу вот вернулся человек, все, полностью вернулся вообще. А он такой сидит и говорит, теперь уже я не успокоил. Я говорю, я, может, чем раз обидел, вы скажите? А он говорит, я. Он говорит, ходил обрусерок. И там, говорит, меня сильно обидели. И я, говорит, теперь от исти, я ничего общего не хочу иметь с церквями и с верующими. И он такой сидит, он говорит, ну, ясно, что Бог эту ситуацию создал. Безусловно. То есть, Бог создал эту ситуацию, когда такие вещи происходят. И он говорит, я помолился, Господь, как с ним беседовать? Он поворачивался, говорит, нам нужны такие люди, как вы. Говорит, а зачем нужны вам такие злобные, недовольные, огорченные атеисты? А вот, чтобы сделать церковь лучше. А как? А вот об этом я вам расскажу, говорит. И говорит, до конца рейса мы с ним беседовали. До конца рейса я ему рассказывал о том, как сделать церковь лучше, если ты вольешься туда, если ты будешь служить там. И он говорит, приземлеть, он говорит, у меня лучшей рейсы еще в жизни не было. Я так, такое довольствие получил, говорит. Спасибо вам большое. Кстати, говорит, у меня жена верующая, в церковь ходит. И она каждый раз молится, чтобы Бог послал таких людей, как вы. Вы понимаете? О чем я хочу вам сказать? О чем я хочу вам сказать? Пробуйте о Божьей любви. Я хотел о другом, совершенно о другом проповедовать. Когда началось прославление, слава Богу за вашу группу прославления, Бог сказал, ты должен говорить о Божьей любви. Этот народ должен слышать слово о Божьей любви. Что я их люблю. Что я хочу говорить слово о своей любви им. Я хочу, чтобы они знали, что они тронятся не впустую. Что они делают дела для меня. Они живут не впустую. Я их люблю. Я забочусь о них каждую секунду. Я знаю их нужды. И я буду решать их нужды. Я за них вступаюсь. И еще в таких ситуациях, которых они даже не представляют. За каждого из вас. Я к ним всем очень расположен. Я люблю их, как свои детей, народ. Многие из вас прошли через такие непростые ситуации. Может быть, до сих пор проходят. И вы в жизни много испытали. У кого-то, может быть, родителей не было. У кого-то отца не было. Кто-то такого оценивал, что лучше, может, его и не было. И мать тоже самое. Может быть, кто-то в жизни особо и любовь не испытал от своих родственников, родителей. Кто-то, может, и не знал родителей. Но я хочу сказать, что есть тот, кто нас всегда и постоянно любит. Он нас любил еще, когда мы были неверующими. Он нас любит сейчас, когда мы верующие. И он нас будет любить всегда, постоянно, до самой гробовой доски. Выражаясь простым языком. И он нас примет в свою обитель на небесах, если мы, естественно, встретимся со Христом. Только при этом условии. Если мы примем Христа. И вы знаете, я читал сегодня, каждое утро, я читаю Библию, я читал сегодня книгу пророка Ионы. Книга пророка Ионы, она очень интересная книга. Чем она интересная? Она очень короткая. Ее очень быстро можно прочитать. Ну, один присест. Я читаю где-то пять, там, семь, иногда десять глав Библии. У меня есть план чтения Библии. Я читаю каждый день, без исключения, каждый день. Я читаю в среднем пять, чуть больше глав Библии. Я ее прочитываю за восемь месяцев. Каждые восемь месяцев я прочитываю Библии. С тех пор, как я это стал делать регулярно, Бог очень много в моей жизни сделал. То есть, чтение Слова Божьего ничто не меняет, как чтение Слова Божьего и регулярная молитва. И Слово Божье – это ключевой момент. Это один из двух ключевых моментов нашей перемены. И вот книга пророка Ионы. Вы знаете, каждый из нее берет то, что ему нужно на данный момент. Божье слово многоразлично. Но ключевой момент в этой книге, о чем говорится, что Бог любит своих людей. Вы представляете? Здесь говорится, что... Кто читал книгу пророка Ионы? Ага. Остальным? Все это не прочитать. Не ложитесь спать, пока не прочитаете. Хорошо? Да, это очень такая... Я думаю, после пропады он интересный будет. О чем речь в книге для тех, кто не читал? Был пророк Божьего, на котором Бог говорил четко и ясно. И Бог ему сказал, ты пойдешь в столицу ваших врагов. Вот у нас на нашу страну много раз нападали. Каждый раз кто-то нападал. Каждый раз мы в столице этого человека празднули День Победы. Ну, такая у нас страна. Мы не можем смотреть, когда, в общем-то, попирают других. И мы праздновали Победу, конечно, со слезами на глазах, похоронив наших воинов, которые защитили. Но были и такие, которые несколько сотен лет царствовали, знаете, брали власть, уничтожали. И вот такие враги, которые, знаете, которые разоряли Израиль, они приходили. Это часть Божьего наказания была, но тем не менее. Они, ну, то, что они творили, они брали младенцев и обугал головой, для того, чтобы их не кормить. Беременным женщинам, не буду говорить, короче, страшные вещи делают. То есть, ну, гестапо отдыхает, то, что делали эти люди. И они стирали с лица земли города, выселяли людей, трудоспособное население, стариков на месте, в общем-то, хоронили насильственно. И выселяли людей в другие регионы, чтобы бунт потом пресечь. И Бог говорит Ионе, ты пойдешь в столицу этой страны, нацистской Германии, да, ты еврей, ты пойдешь к корейцам, которые из евреев делают куклы, которые сжигают в кострах, зубы берут там и все, да, и ты будешь проповедовать на улице этой страны, чтобы эти люди покаялись и я их простил. И Он говорит, сейчас, сейчас, я не пойду туда. Он садится на корабль, делает полностью противоположное. И плывет в другую страну, на запад, посреди земного моря, кто географию знает, кто не знает, не парьтесь, плывет далеко в другую сторону. И, короче, Бог говорит, ты это сделаешь. Ты это сделаешь. Не мытьем, так катами. И Он посылает шторм огромный на это. На этот участок моря. Везде спокойно, везде люди под зонтиками загорают, а там шторм страшный. И все язычники, которые моряки, они не знали Господа, говорят, что делать, мы погибнем. Стали молиться, кидать жреби, а Иона спит. Они говорят, ты что спишь, молись своему Богу. Давай каждому Богу будем молиться, и Вишни, и Кришни, и Брандакутрии, и Будзи, и всем-всем. Будем молиться, чтобы Бог, наши Боги над нами смелы. А ты в кого веришь? Я говорю, верю в Бога, который створил море и землю. То есть все створил, который все створил. Говорит, а что молчишь? Надо молиться. Говорит, да я знаю, что Он в бурю послал, это из-за меня. Вы меня выбросите в воду, и тогда буря утихнет. Они говорят, ну ты что, Бог, который дощтишь, это самый сильный Бог. И если мы тебя выкинем в море, от нас вообще ничего не остается. Он говорит, пока не выкинете, море не утихнет. Но они так перекрестили, из-за меня выкинули Его. Ну я его утрирую, понимаете? Вот, они Его выкинули, море мгновенно утихло. Я не плыву дальше по своим делам коммерческим. Бог послал Китая, Кит проглотил Иону, и Он на три дня был в Ките. Однажды моряки поймали большого кашалота. Кашалоты, у них пластинки такие, да? Вот. Это млекопитающие, которые живут в море. То есть это не акулы, которые рвут на части. А много случаев было, когда киты, большие такие, кашалоты проглатывали людей. У них через пластины человек проходил, и был там несколько дней, и вылавливали. Человек открывали, и из-за желудочного сока у них кожа была белая полностью. Они белые. Представляете, может, волосы тоже такие белые были, как альбинос. И они живые были. Несколько дней они там жили, и они не умирали. То есть это реальная история, и она произошла. То есть, ну, мы, естественно, как вот написано, абсолютно так она произошла. И Иона покаялся. Но он как покаялся? Он покаялся немножко, знаете, так, по-одесски покаялся. Я тут немножко начудил. Ну, ты, пожалуйста, не зайди. Бог говорит, ну ты же сделаешь. Он говорит, сделаю. И он выткнул Кит, и он вышел, пошел в Неемию. Ходит по улицам города, а там население огромнейшее. Это была мегаполис, вы понимаете? Мегаполис, современный город. Он ходит и проповедует. И они все покаялись. Представляете? А его не обидно? Он говорит, фашистов надо хоронить. Фашистское государство надо разрушать. Господь, я думаю, ты здесь их похоронишь. Я приду, а ты их все равно похоронишь. Это же фашисты. Что они с нашими людьми делают? А Бог говорит, они покались, и я их люблю, и я их не трону. И он и так расплакался, что говорит, забери меня, Господь. Там веточка выросла, Бог ее иссушил. А Иона говорит, забери, мне так жарко. Говорит, я такой обиженный на тебя. Бог говорит, ты из-за веточки расстроился. А то, что я спас, говорит, куча людей от смерти, тебя не волнует. Я люблю этих людей. И вот он говорит, ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого ты не растил. Которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Неневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющего отличить правой руки от левой, множество скота. Представляете, как Бог любит людей. Если Он любит, ну, нехороших людей, по сути. Я же рассказал, что Неневитя не делали. И они это возводили в ранг, знаете, национальной политики. То есть, защищать все местности, где люди им не подчиняются. И делать все, чтобы их ненавидели. Их настолько ненавидели, что когда Неневию, наконец, взяли, другое государство, ее стерли с лица земли полностью. Город был абсолютно разрушен. Людей полностью уничтожили. То есть, настолько ненависть была к этой нации у людей. Но это было в другое время. На тот момент Бог помиловал этих людей, потому что еще была возможность для них помилования. И они были спасены. Они воззвали Господа. Представляете, какая нескраведливость в наших глазах. Что-то лишнего сказал. Нет. Просто чтобы задумались. Мы-то со стороны смотрим и думаем, пора бы ему уже пойти в ад. Правильно? А Бог говорит, ничего подобного. Я еще одну историю расскажу. Это вообще история такая. Недавно прочитал. Любите истории, да? Да. Библия вся истории полна. Она из истории сделана. Там вся из истории. Вот мы... Все, что есть в Латвии или в Литве, не помню, по-моему, в Латвии, во время войны, было большое еврейское население. Что ближе? Литва, наверное. Литва ближе. Нет, Латвия ближе. Вот, Латвия. Было большое еврейское население. И когда пришли фашисты, из числа местных жителей, из числа фашистов, собрались батальоны нацистские, которые уничтожали евреев, забирали имущество. Людей уничтожали под ноль. Вот. И собрали одно гетто в одном городке. Туда всех евреев согнали. И один мужик рассказывает, он от своего лица, он говорит, что я жил в этом городке, и ко мне пришел сосед. А он такой прохиндей, говорит, нехороший человек. И он говорит, пойдем, говорит, к евреям. И говорит, картошки им повезу. А у них, говорит, будут продавать только материалы с детьми. А эти, говорит, евреи, за своих детей, они все золото отдадут, что у них есть. Они все отдадут. Я, говорит, у них просто... Я беру полностью за картошку. Он говорит, я хотел вот так дать, чтобы он умер. Говорит, я такой злой на него был. Я просто вовремя отвернулся, и, значит, я убил на месте. Но, говорит, я отвернулся, и ничего не искал, и сосед вышел. Представляете, какие подонки были, да? И мы такие злые сидим, думаю, как бы я ему дал, да? Как бы я его там на этом месте испекли. И мы все так рассуждаем. И, в общем-то, имеем право. А что здесь произошло дальше? Этот мужик едет в ето, везет целый год с мешками картошки. И, конечно, еврейские женщины бегут, и одна еврейка подбегает. На руках малыш мертвый у нее, уже умер от голода. И она, говорит, сломанные золотые часы дает, говорит, возьми, дай мне картошки ребенка покормить. Он, говорит, у тебя ребенок умер, иди отсюда, говорит. Ну, он ее отгоняет. Зачем ты мне даешь свое золото? И, говорит, он как расплакался, всю картошку подбрасывал из телеги. Говорит, давайте мне своих детей в мешке их попрятал. И я, говорит, спасу всех ваших детей. И они попрятали детей в мешки, залезал, обложил картошкой. И мимо патруля немецкого он их подкупил, едет. И, на чем свет громко, чтобы отвлечь внимание, материт и клянет в еврею. Говорит, да, такие сякие. Вывел всех детей оттуда, представляете, спас. Отвез партизанам, партизаны переправили, все дети остались живы. И, говорит, когда я уезжал, матери целовали колеса телеги. Говорит, пусть тебя Бог благословит, ты спасаешь наших детей. То есть, человек, который, знаете, пробу негде ставить, которого даже пулю на него жалко было, да, этот человек спас. И тут, говорит, я узнал про него. И, говорит, про эту историю. И, говорит, как хорошо, что я его тогда не убил. Вы представляете? То есть, мы иногда, иногда мы в своем суде, в своем, уже, как бы, написали человеку. А Бог говорит, я люблю этих людей. И я люблю даже вот такого негодяя. Представляете, насколько, насколько больше Бог любит нас, своих детей. Вот представьте, да? Если Он имеет план и спасение для каждого человека. И, говорит, один пастор есть в Крыму. Мы с ним когда познакомились, он, говорит, я, говорит, из бывших. Я сидел, я нарушал, я то, я сё. Я говорю, какая мне разница, что ты делал? Неужели ты новый человек во Христе? Он говорит, если бы ты меня знал раньше, чтобы мне руки не пожало. Я говорю, мне все равно, ты новый человек. Он говорит, я такое делал. Я, говорит, такой негодяй, говорит, прожженный был. Я просто подонок был. Я, говорит, даже тебе всего рассказывать не хочу, потому что ты мне руки не подашь. Я говорю, слушай, тебе Иисус подал руку, Он тебя новым человеком сделал. Неужели? Ну, понимаете, человек тянет за собой иногда из прошлого груз осуждения, хотя Бог уже его другим сделал. То есть, Он говорит, я отрезал, я отрезал это рукописание, я вознес его на крест. И Он говорит, ты новый человек, я тебя совершенно другим уже знаю. А мы все себя иногда по-старому помним и позволяем другим людям себя помнить по-старому. Вот это проблема большая. И вот 1 Иоанна, 4 глава, здесь говорится, 16 тих. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающие в любви, пребывают в Боге, и Бог в нем. Ещё раз прочитаю. Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающие в любви, пребывает в Боге, и Бог в нем. Здесь ключевой момент, что Бог есть любовь. Когда я преподаю курсы для новообращенных, один из первых уроков, природа Бога, кто такой Бог? И там говорится, Бог есть любовь. То есть, Он не просто говорит о любви, да, не просто любит. Бог сам есть любовь. То есть, когда Он говорит с нами, Он говорит своим родным языком. Тут сидят люди, ну, я думаю, если не все, то подавляющее большинство родной язык русский. У кого-то, может, родной язык украинский. Может, у кого-то английский родной язык, я не знаю. Мы по-английски с вами будем разговаривать. Но это ваш родной язык. То есть, вы проснулись, думаете на этом языке. Правильно? Вы всегда на нем думаете. Может, на двух языках думаете, может, на трех, я не знаю, как говорят. Это родной язык. То есть, разбуди, говорит, женщина будет рожать, кричать на родном языке, как это в фильме, да? И для Бога родной язык. Это язык любви. То есть, все, что Он говорит, Он говорит о любви. Здесь, знаете, есть крайность для некоторых, которые говорят, ну да, раз Бог любит, мы будем жить, как хотим, никакой десы. Погодите, мы не об этом. Мы не об этом. Кто познал Божью любовь, он не хочет больше делать зло. Понимаете? А кто делать дальше зло, так он еще не познал, он еще во тьме. Библия четко говорит. Мы сейчас не будем, знаете, как говорится, вот это вот, уклоняться. А то некоторые говорят, ну раз благодать есть, я могу делать все, что хочу, и мне за это не будет. Это не, 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 мы не об этом. Благодать человек не знает, который так живет. Мы говорим о том, что Бог есть любовь. И когда мы ее познаем, эту любовь, она нас изменяет, она делает нас другим. Мы хотим, мы с радостью уже делаем. Мы не несем себя вот так вот. Мы бежим навстречу Богу в воскресенье в церковь, в субботу в церковь, на домашние группы, на молитву. Всегда, когда что-то мы делаем, мы свидетельствуем с любовью, мы даем с любовью, мы даем действительно не потому, что мы боимся проклятия, а потому, что мы любим Бога, мы исполняем с любовью эту заповедь. С любовью говорим, Господь, я люблю тебя, я тебе даю то, что тебе принадлежит по любви. Оно уже тебе принадлежит. Я просто тебе это передаю, для того, чтобы ты это благословил, пожалуй, и в моей жизни был урожай. Вот и все. По любви. Я люблю Господа, мне это радостно давать. Когда мы благословяем Сверхгестины, благословляем нашего ближнего, смотришь, у тебя брат ходит в зимах, а он драна ботинках ходит. А у меня Новый год, мне надо оливкой купить, омаров купить надо, мне ссадится, буженинки немножко. Ну, тысяч на десять я себе стол новогодний сделаю. Может тебе на восемь сделать тысячу новогодний стол? Или на семь ты сделаю новогодний стол? Да? А тысячи три дай человеку. Сейчас обувь хорошая, недорого может дойти. Я говорю случаи, реальные случаи, с кем это происходит, и как, я знаю, люди благословляют. А человеку подарок сделаешь, да? Потому что, может быть, ему холодно у нас уже, реально холодно стало. Вот это любовь, которую мы с любовью даем. Так, я действительно не дам, я лучше дам человеку. Нет, нет, нет. Ты любишь Бога, ты даешь Богу то, что ему принадлежишь. А брату ты даешь то, что сверху принадлежишь. Вы понимаете? Вот это есть любовь. Жертвенная любовь, да? Жертвенная любовь. Так, ну, у меня ботиночки тоже, как бы, они чуть-чуть пошатаны. А мне тоже надо. Ну, давай реально, да? Давай реально. Ты можешь в них эту зиму еще проходить? Я две зимы еще в них прохожу. Ну, и ходи. А братику надо купить. Братику надо купить. Ну, может, у кого на сердце было, так что вы же смотрите. Полюбите. Вот. Как Бог любит, народ, Он заботится о нас. Вот что для вас есть слово «любовь»? Подумайте. Для кого-то любовь – это подарки, правильно? Для кого-то любовь – это добрые слова, для кого-то любовь – это теплые руки мамы, для кого-то любовь – это рука отца, который на прогулку ведет, для кого-то любовь – это мультики такие в голове, когда приятно что-то, да, мурашки похожи. Бог разговаривает с каждым в нашем языке любви, он говорит так, чтобы нам было ясно. Если Он тебя любит, Он будет говорить, я тебя буду любить так, как тебе хорошо. Никогда не думали об этом? Забота. Забота. Бог заботится о нас. Книга пророка Иоанна, вот заботятся о них, сидят эти бараны на небе, ну, совершенные бараны. Вот смотришь иногда, человек, вот брат свидетельства, он проповедует, да, уже у кладбища пивко пьют уже там, и так, и сяк, про это, что бараны, ну, вообще, я им говорю, и так рассказываю, по-другому. Не доходит уже никак до них. Их любить надо. Надо молиться, чтобы Бог явил им любовь свою. А как мы можем явить Божью любовь к людям? Своим отношением? Но это, я говорю сейчас про нашу ответственность. А Бог мне сказал сегодня говорить, говори про мое отношение к людям. Я сейчас сегодня не про вашу ответственность, не про нашу, я христиан говорю. Я говорю, сегодня Бог сказал говорить про то, как я отношусь к народу Божьему. Что я делаю для них, вот это было слово четко, говоря об этом сегодня. Эти люди нуждаются в слове о Божьей любви, вот так мне было сказано. Они должны услышать, они должны напитаться Божьей любовью, потому что они трудились, и кто-то из них мог. Они сеяли, и пока еще не увидели плодов. А Бог говорит, что я вас люблю, все у вас будет хорошо. Я кучу раз буду это сегодня повторять. До пяти вы сказали проповедовать. Я много раз повторю за эти пять часов. Поэтому вы не переживайте. Но все равно ваш. Я был однажды в штатах, в церкви. Меня пригласили в одну провинциальную церковь проповедовать в Алабаме. Такая далеко, мы ехали туда часа два, наверное. Ну, Алабама, это как бы по нашим меркам, это вот такая провинция глухая вообще. Над ней смеются, у них даже на полчаса разница от общего времени. Вот как-то они так сделали у них. Ну, как у нас вот есть такая анекдота про некоторые народности, знаете, ну, не будем называть, все благословенные. А у них говорят про жителей Алабамы, что они немножко такие тоже своеобразные. И приезжая в эту церковь, ну, как у нас обычно проповедь, как бы от сорока минут, ну, час максимум, да. Ну, если уж человек в пумазании, полтора часа, ну, все уже, дальше нельзя. Ну, три можно, если уж сильно, да, и люди внимают. А мне братья говорят, ну, давай проповедуй. Я проповедую полчаса, еще какое-то время есть. Смотрю, люди встают, уходят. Церковь небольшая такая, ну, провинциальная, там, человек 25, может, было. Люди встают и уходят. Один за другим. А я потом, ну, я так... И мне показывают, брат, у нас по полчаса проповедник, больше люди не привыкли. Полчаса больше нельзя. У нас традиция такая вот в наших церквях. Полчаса, успел, не успел, до свидания. У людей планы, у них обеда, у них встреча, сегодня выходной день. Как говорится, люди все уже распланировали. Мы тебе не сказали, извини. А я сижу, думаю, как бы, ну, без осуждения. Вот к вам в гости приехал человек из другой страны, да? Ну, тогда это в Украине было, да? Приехал в гости из другой страны. Он говорит на вашем языке. То есть вам не надо даже переводить. С акцентом, там, вот, рассказывать, что Бог делает, и все. И вы не можете лишние 15 минут, 20 посидеть, послушать, что Бог делает в другой стране, Слово Божие. Поэтому у нас бы, ну, если в провинцию глухую приехал иностранец, какой угодно, на твоем родном языке говорит Слово Божие. Так люди сидели, говорят, да, да, давай еще, брат, расскажи, ну, а что там у вас там, а как вы там живете, что у вас там происходит? Ну, вот, ради интереса, да, такого, что-то так вспомнилось мне. Бог заботится о нас, Он заботится. Он заботился о неневитянах, Он сказал, неневитяне, вы бараны, но я хочу вас спасти, вы представляете? Люди многие, они действительно, ну, тугие, очень тугие. Сколько мы говорили Евангелия нашим знакомым, друзьям, близким, они сидят и все так же хлопают, побежали к своим идолам, особенно на Пасху. Бегут на гробки, знаете, вот это вот, и чокаются с портретами, и водочку ставят, и все такое. У меня отец два года назад ушел к Господу, он покаялся перед смертью в средней полосе России, в Поволжье. И я поехал, ну, родственники все по православному, псевдо-православному образцу сделали. То есть не по православному, а знаете, по языческо-православному образцу. То есть по-настоящему православному, там совершенно по-другому, там все четко, по чину, как наши братья делают, мы уважаем православных, настоящих истинных. А это языческое. Сделали там все, и потом покушали там на поминках, и пошли на могилу. И раз такие сердобольные мои родственники, блинчики несут уже на столик положить папе, чтобы папа покушал, да. И я говорю, не смейте на стол класть блины и всякую ерунду, вы демонам кладете, хотите, чтобы у вас прокляты все вы были до пятого колена. Это же реальное проклятие для неверующих. Для верующих это вообще ужас. А для этих, я говорю, говорю моей родственнице, говорю, у тебя внуки есть, ты хочешь, чтобы они были? Нет. Я говорю, не смейте, кланяться идолам. Я говорю, отца уже здесь нет, здесь лежат тела, которые Бог восстановит. И все, говорю, вы слышали меня? Да, да, слышали. Но никогда и никому, никаких стабариков, никаких блинчиков, никаких яблочек, никаких закусочек на кладбище. Иначе будете до четвертого колена болеть и будете умирать. Хотите, чтобы внуки ваши болели и умирали? Писались ночью, говорю, опухоли росли. Ну, людей надо страхом уже спасать иногда, понимаете? И надо предупредать. Но им надо заботить, и об этом и забота моя о них. В том, что я забочусь, чтобы они хорошо жили, чтобы они не пошли в ад. Проповедую Евангелие. Иногда так нужно заботиться, да? И Бог говорит мне, не тянет. Слушайте, вы, вы же не понимаете, о чем речь. Я забочусь о вас, чтобы вы не пошли в ад. И он их пугал, ходил, говорит, еще столько-то дней, и ненели будет разрушено. Часы тихают, красная кровь подожата. Скоро у вас будет ядерный взрыв, и вы все сгорите. И не тянет, не покаясь. Бог их спас. Бог заботился. Он заботится о нас. Вы представляете, насколько больше он заботится о своих детях, когда мы с вами его родные. Когда мы имеем Духа Христова. Заботится о нас. Каждый день заботится. Надо видеть эту заботу. С утра поблагодарил Господь, у меня сегодня вот эта нерешенная задача, вот тут денег нет, там такая ситуация. Я благодарю тебя за заботу, что ты решил это, ты помог там, усмотрел здесь. Я благодарю тебя заранее за это, что ты уже позаботился. И я принимаю твою заботу. Бог обеспечивает. Бог обеспечивает. Четвертая книга царств, не будем читать четвертая глава, там говорится, что пророк Елисей пришел к сыновьям пророческим, это была библейская школа. Сыновья пророческие, это библейская школа. Он обучал их пророчеству, как слышит Бога, такая актуальная тема. Он пришел, а была такая нищета, голод был в земле. И ребятам есть нечего было, вот буквально нечего есть было. Говорят, ну идите в поле, соберите, что есть. Кинете в котел, сварите кашку, поедим, там муки немножко было. Они варят, какой-то чудик пошел, набрал каких-то ягод, бросил кашку, веслом замешал там все. И все, они сели за стол, стали есть. Говорит, ягод в котелке. Это южная страна, что на поле растет, мы же знаем. В Крыму даже есть вещи, которые нельзя есть. А люди не знают, все в рот тянут. Есть этот, как он называет, который, пыльца такая обжигает кожу, да? А люди, ой, какой цветочек я сейчас понюхаю. А потом ожог верхних дыхательных путей. Надо же знать, о чем нюхаем. Это внимательно нужно быть в южных странах. Это Израиль. Набрал, заварили. Говорит, смерть в котле. Едят все уже. Что будем делать? Говорит, поздно уже, ребята. Он говорит, что у вас там? Мука есть? Есть. Насыпьте в котел, замешайте. И, говорит, ешьте дальше. Все, ягод нейтрализован. Бог сделал чудо. Бог обеспечил. Те же ребята взяли на подержание топор железный. Представляете, какая нищета была? Они топор взяли на подержание. Рубили дрова. Соскочило топорище. И упало в воду. Утонуло в реке. И они говорят, как будем? Мы теперь, говорит, на органы должны продавать друг друга. Не расплатимся. Железный топор репкость была в то время. Вот. А он говорит, что у вас есть? Ну вот, деревяшка осталась. Кинь в воду. И железка всплыла. Они смотрят, говорит, такое не может быть. Бог говорит, ну как же не может быть? Всегда может быть. Я помню, мы в 96-м году, я жил в Киеве, и там мы служили. И мы решили подвинуться и лагерь сделать детский. У нас там были друзья. И мы решили туда поехать. С братиком одним на церковной машине поехали туда посмотреть место. Едем обратно. Ну, вы знаете, 96-й год. И сейчас заправки везде. То есть, плюнь, ты упадешь в заправку. То есть, такого не может быть, чтобы тебе не заправили, да? А мы едем тогда. Доехали до Житомера, уже сверкается. Взяли пассажиров, чтобы бензина купить. Ну, надо же, божьи деньги экономить. Вот. У нас микроавтобусы, трафик такой смешной. Помните, он был такой. Едем 12 литров, 14 литров на 100 километров. Лед по трассе. Такой монстр. И мы едем, подъезжаем к Житомеру уже на нуле. Лампочка. И мы смотрим, а заправка закрыта. Проехали в Житомер, едем дальше. А там везде начинаются такие. Заправок нет. И мы едем, и мы молимся на изгарку. Петя, давай на изгарку лиц. Мы молимся. Тихо там. А сзади мужики сидят, что-то разговаривают. Мы едем 50 километров, проехали. Лампочка на нуле была еще в Житомере. А до Пиева там было 150 километров. Мы едем. Она, лампочка горит, а мы не едем. В 100 километров пролехали. Лампочка горит, а мы не едем. Мы ехали уже в пригород Киева, заправка. Мы такие, аллилуйя. А мужики смотрят, что мы так радуемся. Подъезжаем, мы заправились. Поехали дальше спокойно. Знаете, никто не заметил наши проблемы. А Господь обеспечил. Когда он обеспечил. Никогда мы, знаете, а нам плевать, как-нибудь устроиться. Нет. Мы ответственные люди. Но не было заправок, кто же знает. То же самое мы с семьей едем как-то в Асканину. Ездили, знаете, в такой заполетник на юге Херсонской области. Там животные вольеры. Красиво. И мы поехали. Такая джеточка у нас была дизельная. Погрузили в семью. Четверо детей. Еще маленькие были. И мы выехали со стороны Херсона. Там такая тоже трасса, такая немноголюдная. Едем. И тоже заправок как-то. Знаете, въехали в степи. Красотища такая. А заправок нет. И мы едем. И у меня чик-стрелка. Думаю, надо же заправляться. А заправки нет. Мы едем. Молимся и молимся и молимся. Бог, Он постоянно вступает со своей детью. Он обеспечивает нас. Вы понимаете? Он обеспечивает нас. А вот в сентябре, в сентябре меня обрадовали. У меня частный дом. Котел у меня умер. Ну, хорошо, не в декабре умер, да? Весело было бы сейчас. Вот. Котел у меня умер. Хороший котел сколько стоит, кто знает? Пятьдесят. Правильно, пятьдесят. Плюс-минус. Установка, подготовка и все другие. Пятьдесят тысяч. Как вы думаете? Кто пятьдесят тысяч, вот так может из вас выносить положить, поднимите. Ну, давайте, это, ну, килограмм печенья купить нечего. Пятьдесят тысяч. Это хорошие деньги, брат. Это хорошие деньги. Я говорю, Господь, ты же знал, что такое будет. Во-первых, спасибо за то, что это произошло в теплой зону, пока отопление не нужно было, да? Котел просто умер. Он, ну, не подлежит дальше, ничего с ним уже. Его штопали, штопали делали. Он такой, послужил в свое время хороший котел. И мы с женой говорим, побери, будем брать новый котел, замерить денег. И тут же, через две недели, мне Бог посылает такую подработку, которую я покрыл полностью весь этот котел. Представляете? Я пять дней работал. Ну, работал с утра до ночи. Скажу сразу. Мы в кого верим? В Бога, который нас любит. Правильно? Бога, который нас любит. И когда мы смотрим и говорим, Господь, хочешь ли ты, чтобы моя церковь уменьшалась? Ты распадалась. Я вложил в нее жизнь. Кто из вас жизнь вложил в эту церковь? Чего руки-то не поднимаете? Вкладываете. Кто вкладывает? Хорошо. Ну, полжизни вам. Вы все вкладываете? А кто не будет вкладывать в эту церковь? Ну, хорошо. На это вы писать и выйти, да? Бог хочет обеспечивать, Он хочет поднимать ваше собрание. Он хочет, чтобы о вашем собрании на небесах еще больше радости было. Он хочет, чтобы вы послужили очень сильно, каждый из вас. Он хочет, чтобы у вас было благословение, чтобы вы спасали много других людей. Его очень много людей вывели с улиц. На прошлой неделе хранили моего друга, пастора Вячеслава, с северной страны. 49 лет, молодой человек. Мой ровесник. Прошлая жизнь, он был зависим раньше. Гепатит С и, как называется, когда печень, да? Сыроз. Сыроз, да. Месяц, такой достаточно напряженный, и он ушел к Господу. Вы понимаете? Сколько он людей с улицы вытащил. Всех брак. Мы с ним так общались, дружили. Бог позаботится о нем. Точнее, о нем уже позаботился. О его жене и о двух детях. Вы понимаете? Такие вещи происходят. Он-то в лучшее место ушел. Как церковь взялась. Организовали похороны, общение, потом такой обед организовали. Диакон, другие служители, знаете, подключились. Люди со всего Крыма съехались. И так все организовали. Полностью на себя все похороны взяли. Сестру освободили. Ну, и так, знаете, такая ситуация. И люди включили, они сказали, ну, будем действовать. И дальше, 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 дальше. Дальше идет. Народ, все бывает в жизни. Но бывает всегда Божья любовь, которая изливается нас. Мы должны об этом знать, что Бог любит. Он любит вас. Я всегда говорил, что одна из самых талантливых частей нашего общества, Диакон настолько ненавидит этих людей, что он их сажает на алкоголь и на наркотики, чтобы эти люди погибли. Потому что это одна из самых творческих частей нашего общества. И когда мы смотрим на алкоголика, который на улице уже в грязи догнивает, или наркомана, который уже последние деньги вытащил и убивает себя этой иглой, и мы должны понимать, и кто-то по себе может сказать, что Бог имеет огромное призвание к этим людям. Талантливые, творческие, удивительно разнообразные люди. Но дьявол их настолько попытался уничтожить. Как Бог любит бесконечно, так же дьявол бесконечно ненавидит. Вот прямая противоположность. Он говорит, я усатрул порошок этого человека. Я память о нем усатрул. Пусть он сгниел где-то там. А Бог говорит, нет, я хочу, чтобы он жил. И он являет любовью, надо молиться за них. Поэтому Бог обеспечивает. Он заботится о нас. Он вразумляет. Он вразумляет. Вы знаете, Бог вразумляет. Если бы такого не было, то где бы мы были, да? Я в детстве очень мальчишка шебутной был. Такой очень своеобразный. У меня папа летчик был военный, он постоянно в разъездах. Ну, поначалу даже не видели почти его. Потом он меньше стал летать. И мама мне ремешком так хорошо разукрашивала задницу. Вы знаете, на пользу пошло. Некоторые говорят, а меня не били в детстве. Ну, может и не надо было. А меня надо было. И чтобы я сейчас обижался, типа, а что вы меня в детстве били? Почему вы меня так издевались над моей сущностью? Как сейчас мода такая? Детей нельзя наказывать. Я думаю, что за чушь, ребята? Что за чушь? Их надо наказывать в соответствии. Если они бунтуют, если они открыто выражают неповиновение. Библейским методом, Библия говорит, розгай, вразумлять. Это тоже, говорит, я люблю своих детей, они наказывают. Да погоди, ты не любишь своих детей. Это тоже любовь Божья, также любовь родительская. У меня четверо детей. Пятница у нас молитвенная. Они все уже приходят на молитвы. Самый ваш, ей 13 лет. А если бы мы их попускали с детства, двое уже в группе прославления. У меня тоже, как у брата, полсеми в прославлении. Я один музыкально неграмотный, они все музыканты. А потому что в свое время мы этот вопрос проработали. Почему? Потому что любим. Хотим, чтобы у них все было в порядке. А сегодня, слава Богу, другие обстоятельства уже. Они уже принимают правильное решение, по крайней мере, из того, что мы видим. Есть фильм такой, посмотрите, он называется «Временные трудности». Там Ахлобыстина играет главную роль. Как у него сын родился в ДЦП. И он говорит, я... Он никогда не говорил слово «проблема». Он говорил, это не проблема, это временные трудности. Это временные трудности. И я после этого сказал, из-за своего лексикона я убираю слово «проблема». Это временные трудности. Проблем нет. Есть временные трудности. Ну, я для себя решил, не надо, мы именно христиане, давай, брат, не говори больше проблемам. Это ему откровение пусть будет, не надо навязывать. Но для себя я сказал, проблем больше не существует. Есть временные трудности. У него родился сын с ДЦП, и они сняли так фильм, показывают, как отец деспот, как он издевается над сыном, как там, ну, попускает сына. А в конце фильма, там интересный разворот. И сын у него стал, ну, такой признанным, очень известным человеком. И отца лютой ненавистью ненавидел за то, что тот его попускал всю жизнь. А под конец, если посмотрите, вы увидите результат. То есть, Бог вразумляет, иногда Библия говорит, что нам кажется не очень приятным его вразумлением. Вы понимаете? Как пастырь, Бог дал мне полномочия иногда вразумлять людей. То есть, человек заплывает за буи. Я подхожу и говорю вежливо, брат или сестра, держи себя в руках. Все знаешь сам. Нет, не знаешь все сам. И я не знаю все сам. Но Бог меня поставил старшим в данной ситуации. Поэтому дал мне ответственность. Давно есть тоже старшие братья, которые советуются. Где-то мне говорят какие-то вещи, которые мне, может, иногда не очень-то уже нравятся. Но мы же так. Мы же на братстве, правильно? Мы же старшие, не представляем ваших. Это библейское. Это нормальное. Это супер. Есть порядок. В церкви порядок. В семье порядок. Везде есть порядок. И он должен соблюдаться. У Бога есть порядок. Бог говорит, ты... Я тебя люблю. Но если ты куришь, ты ко мне быстрее придешь. А может вообще не придешь. Ну, я не говорю, что курение в ад ведет или не ведет. Мне это не открыто. Я только читаю, что курение – это осквердение храма Божьего. Да? А кто разрушает храм, того он покарает. Ну, в любви он покарает, понимаете? В любви. В любви покарает. Ты просто быстрее к нему придешь. У меня отец – военный летчик. Он курил по три пачки в день. И потреблял очень много алкоголя. Потому что он военный летчик. Он водил такие машины. Все вертолеты советские, которые только есть, он на них летал, обучал других. Огромные стрессы. Огромнейшие стрессы. Представляете? Когда они ядерные бомбы перевозили. Когда вертолеты падали. Когда гибли его друзья. А он не верующий был до природы Магнитета. Курил, 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 курил. И не дожил до 69 лет. Вы понимаете? Покаялся уже перед смертью. Курение разрушает сосуды. Сердечно-сосудистую систему. Это реальные вещи. Когда там пишут, что убивают. А убивают. И Бог нас вразумляет. Он иногда говорит, а что ты так заболел? Только чуть-чуть обманул. Так заболел. Такие ситуации. Бог говорит, да я тебя спасаю. Я так люблю. Я тебя спасаю. Потому что я тебя люблю. Вот это вразумление. И Библия говорит, что наказание Божьим не отвергай. Потому что это любовь Божья. Будем смотреть на обстоятельства. Человек говорит, да, я соврал. А вот там меня уволили. Какие люди злые. Но я всего раз соврал. А Бог говорит, не ври. Поступай справедливо, честно. И все будет нормально. Вы понимаете? То есть, вот эти вещи очень важны. Бог вступается за нас. Вы представляете? Одна из ситуаций определенная у человека. И он говорит, Господь, ну ты видишь, один пастор ехал в одном регионе. Ехал ночью. Ну так вот. Ну как обычно ел. Из кустов пьяница выскочил и под машину. Он ударил человека в реанимации, потом вроде умер. Вы представляете? Ну ты не предугадаешь. Кто за рулем? Вот, поднимите руки. Кто за рулем? Вот ты едешь, я молю Бога. Господи, особенно в Севастополе. Где вот эти столбы не светят. Но я еду со скоростью 40 км в час. Зачем мне это мать? И мы говорим, Господи, пусть, вот минут никто не, да, ни в кого не врежусь, ни я, никого не зацеплю. Мог заступается, потому что мы не знаем. Ну где-то кто-то нарушил. Мы ехали один раз на машине из Луганска в Крым. Сломались по дороге много лет назад. И устали, ночью не спали, там покачнились. Въезжаем через Чангар. Там такой пункт большой был. И стоит милиционер. И знак стоп. Знак стоп. А я уставший был. И без остановочки проезжаю. Он чуть свисток проглотил. Представляете? Он мне так... И я такой, уже до меня дошло. Я не остановился на знак стоп. Это серьезное нарушение? И он такой высокий. Останавливает меня. Ваши права, пожалуйста. Пожалуйста. Ну что, Андрей Вячеславович, мы проехали на знак стоп. Пойдемте в будочку. Ну, пообщаемся. И я захожу с ним. Бог мне дал слово. Ну, я же не назло, я не злостный. Я соблюдаю правила максимально. Насколько только можно, я соблюдаю. Правила для чего придуманы? Чтобы сохранить жизнь людей. Вот я максимально, насколько только можно, сохраняю жизнь людей. Но если я где-то несознательно, или знаете, как это нарушил, то, ну, все бывает. И он заводит меня. Я говорю, ну, Бог мне дал слово. Вы знаете, говорю, как я служитель церкви, как, говорю, мы отпускаем людям грехи, так и вы отпустите меня. И я говорю, я же несознательный. А он такой, а вы типа священника? Я говорю, да. Теперь он такой снимает, благословите. Я в смирении. Я очень уважаю работников органов. Полицию, милицию. Я уважительно, всегда отношусь, всегда очень уважительно отношусь. Я не хамлю, всегда исключительно, потому что это люди трудятся, они рискуют своей жизнью. Может, кто-то из вас имел другой опыт, понимаете? Но в любом случае надо уважать власть, государственную власть. Они иногда понимают какие-то решения, да? Запретят читать Библию, ну, тут понятно. Но надо уважать власть, здорово. В этом проблема иногда христиан, что мы думаем, что мы как бы, вот мы что хотим, то и делаем. Ничего подобного. Надо уважать власть. Я говорю, простили бы вы меня. Говорю, Бог прощает наши грехи. Говорю, мы вот сколько людей, говорю, попадают, мы же помогаем. Благословите. Я помолился с Дёгой, сколько я вам должен. На меня он пришел, да? Я говорю, вы знаете, мы все делаем бесплатно, мы молимся, благословляем. Он говорит, идите, пожалуйста, будьте внимательны. Я сколько раз проезжал после этого Чангар. Я каждый раз его благословлял, я его благословлял. Говорю, Господь, за то, как он мне милость оказал, ты ему окажи милость. Я уходил, я говорю, как вы мне оказали милость. И Бог вам будет милость оказывать. Недавно тоже в одной ситуации, тоже мы с одним представителем власти беседовали. И он тоже мне оказал милость по мере, ну, возможно. Я говорю, то, что вы сделали для меня, будет работать на вас до конца жизни. Вот это вы на меня смотрели. Я говорю, потому что вы по сердцу поступили. Вы правильно поступили. Вы не как законник поступили. Вот, поэтому подытожить, что я хочу сказать, народ. Вот, нам надо побеждать самоосуждение. Это самый главный фактор, который мешает принимать Божью любовь. Кто-то еще тянет из прошлого свои грехи, какие-то поступки, за которые... Кого-то, может быть, ничтожеством называли, и вы думаете, что Бог как может меня любить, как Он может меня принимать, как Он может меня благословлять. А Бог говорит, что пока ты будешь так думать, ты не будешь наполняться моей любовью. Надо отметать всякое чувство самоосуждения. Да, неправда, опокаялся, сделал вывод и пошел дальше. Но мы должны понимать, что в Бог есть любовь. Вы понимаете, многие из вас сами родители. Неужели вы отбросите своих детей, даже если они негодяи? Конечно, нет негодяи. Насколько больше Бог, который нас создал, по своему образу и подобию. Даже если кто-то из вас сегодня пойдет и совершит ужасные вещи, Бог будет все равно любить. Просто вы будете потом, ну, расклёбывать, может, до конца жизни. А зачем это нужно? Лучше так жить спокойно, наслаждаться Божьей любовью и радоваться, помогать другим людям. Но Бог говорит, что впитывайте мою любовь. Вы трудились, и некоторые из них могли. Третий раз повторяю. Принимайте Божью любовь, потому что Бог подкрепляет вас сегодня. Он говорит, что наполняйся моей любовью. Не думай о себе самоосуждающей. Не думай о себе, как о каком-то в транспортном человеке. Не думай о себе, как о каком-то, которого Бог не знает и не видит. Бог знает и видит. И Он видит каждый раз. И каждый раз Господь хочет благословлять и любить, и наполнять, и заботиться, и обеспечивать, где-то вразумлять, помогать, поддерживать, посылать людей. И я хочу еще раз подчеркнуть, что Бог хочет сегодня укрепить ваши руки. Он хочет наполнить ваши сердца. Он хочет наполнить вас надеждой и силой, зная, что труд ваш не тщетен, жизнь ваша не пустая, надежда ваша исполнится, и вы благословенны Бога. Как еще сказать? Скажите по этому поводу вы. Продолжаем тему. Я благословен. Благословен, да. Исполнено. Господь видит, отвечает. Господь верит. Да, Господь верный. Нет никакого суждения, которое во Христе. Бог любит меня. Он посещает меня. Он будет трудиться в моей жизни. Он благословляет и будет благословлять меня. Аминь. Аминь. Все. Я исполнил Божьи поручения. Донес вам слово, которое Бог сказал донести. Теперь я спокоен. Помолимся тогда, да? Да. Есть кто, может, кто не знает Иисуса Христа, как Господа и Спасителя? Первый раз пришел, еще не принял Христа в свою жизнь. Вам нужно принять Божью любовь сегодня. Да. Ну, потом вот этот служительный, да? Пообщайтесь. Господь, я благодарю Тебя за Твою любовь, которую Ты даешь. И как тот мужик в самолете, который летел и клял всех, особенно верующих, услышал о Твоей любви. И как и он, о которой понять не мог, почему он такой избранный и такой гладенький. А эти осирийцы такие негодяи, как Бог их любит. Господь, мы иногда даже понять не можем, как Ты нас измятых, Ты нас забытых и в Своих глазах ненужных Ты нас ценишь и любишь. Господь, я сегодня болюсь за это прекрасное собрание, которое Ты поднял за этих спасенных людей, драгоценные души, которых Ты собрал и собираешь. И будешь, я верю, собирать Господь и умножать свою благодать в них и через них. Я прошу, Господь, сегодня Ты помашь елеем радости сердца. Кто-то сегодня трудился из немог, кто-то сегодня устал, кто-то сегодня просто трудится, но чувство, как отбито. Господь, сегодня посети, говори с каждым на языке любви. Господь, пусть этот драгоценный народ Божий знает и чувствует Твою любовь, осознает, Господь, Твою заботу о ней, Господь. Боже, тут собрались люди, которые, Господи, многие трудятся, многие пытаются понять, кто они такие, и даже понимают, Господь. А кто-то, может быть, еще пока не до конца понимает, кто Он такой. Но любовь Божия, превосходящее всякое понимание, Господь, я прошу, чтобы взялась в сердца каждого. Дух Святой, я прошу, возьми сердца каждого человека в свою руку, убери всякое самосурдение, всякую стену между Тобой, Господь, и этим человеком. Разрушь во имя Иисуса Христа. Господь, наполни жизнью своей радостью этот драгоценный народ, посети этот драгоценный народ, Господь, каждого в отдельности. И пусть сегодня каждый, Господь, проведет остаток дня, наслаждаясь Твоей любовью, и пусть эта любовь произведет в Нем лучшие плоды. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо огромное, пастыр Андрея. Я думаю, что это не последний раз вы у нас будете. Очень. Очень.